вот я восьмой час вечера жара немного начинает отпадать яблочки мои поспевают вот оливочки тоже весь полностью она не видите вот они смотрите оливки красава хорошо вот внук соседа хасан хасан хасанаби вот здесь вот выращивает все алое малое чтобы земля не пустовала пока кузель 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 лик что земля не пустовала вот булгур пулар бакова баклава фасоли а фасоли вот это у него бубер да бубер да вара бубер алоэ маладез у него а джи а джи а джи а джи а джи а а ахува молодец молодец нече ящиндаботать дimporte界 четверки очки Доброе утро! Наслится у тебя, у тебя? Ну что ты? Салам. Дубру-бру. Да ты, убр? Саламу алейкум. Наслится? Наслится? Б客н? Ха-ха! Ха-ха-ха Да-ааа. Ой-ой-ой, буря не снимай! Добро-бирать! Хотите. Хотите. Работает. Живно, что-то. Олмаз. Госпа-ха! на забор, ко мне хочет. Хороший пацанчик. Пока-пока-пока. Вот так человек выращивает, выращивает свое ребенка. Хорошо, когда все у них благополучно. Значит, это то же самое. Дерево посадил, и она дала хорошие фрукты. Вот. Не всегда, конечно, хорошо бывает. Не всегда. Люди выращивают дочерей, сыновей, с надеждой на то, что у них все будет хорошо. А не всегда бывает. Выращивают дочерей, дают образование, хорошее воспитание. Но, может так случится, что в другом месте ей уже приготовлена пара, которому не дают ни воспитания, ни образования. И все. И жизнь пропала. То же самое парней. Выращивают, дают воспитание, образование. А в другом месте стерву выращивают. Мои родители тоже меня выращивали. Единственное, сына давали образование. Все как положено. Все должно быть. Они не знали, что вот так вот будет. Поэтому тут, как у русских есть такое, это как воду смотреть. Это как лотерея. Как лотерея. Дерево-то знаешь, вот это сорт, вот такое дерево. Вот. Виноград какой сорт, какой это, даст урожай. А вот при человеческом этом нет. Но мы всегда с надеждой живем. Поэтому и даем образование. воспитываем, выращиваем. Вот. И чтобы у них было все. И образование было, и состояние вот кое-какое-то было. И всю жизнь губим на это. Всю жизнь иногда приходится на это закладывать. Хорошо, когда, конечно, твой труд не пропадает без это самое. Хорошо, когда у тебя уже все-все хорошо. Твои плоды пошли тоже хорошие плоды. Вот. Иногда бывает так, что показывает каких-то там таких бандитов туда-сюда. А смотришь, у него родители отличные люди. Отличные люди. А вот так. А бывает так, что это самое вырос отличный человек. Поэтому я же говорю, жизнь это загадка. загадка. Вот виноград уже у меня в первой грозде уже можно будет завтра-последавтра уже снимать. Вот они. Вот, смотрите, уже все, уже полны, уже налились соком. Все-все. вот так и надо, чтобы в жизни тоже. Поэтому же говорят про человека какого-то из этого. А ты, говорит, дерево посадил, а ты, говорит, сына вырастил, а ты, говорит, дом построил. Вот эти три вещи человек обязан это делать в своей жизни. хотя бы для себя, для самоутверждения. Для самоутверждения. А у мусульман есть три основных вещи. Кечит, ичит, мечит. то есть кечит это человек в своей жизни. Хотя бы какой-нибудь мостик должен построить. Кечит это мост. Кечит. Мечит. Мечеть. Хотя бы какой-нибудь мечеть помочь строить. Или строить. Или вот это святые эти. Ичит это колодец. Вот. Вот идет караван. Жаре изнывает, а по дороге одинокий такой колодец стоит. кто-то откопал, кто-то копал это. И люди пьют этому человеку, читают молитву. Живой он, мертвый, нету. Этот человек восхваляют. Вот так и надо в жизни. Вот так и надо в жизни. Так что хотя сейчас большинство уже не потому это идут. Есть такое это поговорка у туркмен. у я сошто отказан. То есть накакай на колодец и про тебя все будут говорить. Только плохом, конечно, но уже про тебя будут говорить. сейчас вот по телевизору везде и лишь бы рейтинг был. плохой, но чтобы тебя смотрели, чтобы ты где-то подрался с кем-то, где-то как устроил дебош. у этот человек дебош устроил как наш Дегурда. Про него все говорят. Про него все говорят. А потому что эпатажный такой человек. Здесь криком есть такие люди, понимаете. Ему не обязательно книги писать, стихи или дом строить или что-то еще. Не обязательно. Лишь бы чтобы про него, про человека говорили. Вот поэтому я же говорю, люди большинство как у блатного мира говорят есть такой это хватит мучиться, пора сучиться. Зачем мучиться, когда можно сучиться, гадости делать, чтобы по гадостям тоже узнавали человека, понимаете. это конечно очень плохо. Но такое имеет место быть. Такое имеет место быть. Потому что опыт уже жизни 58 лет уже много чего я видел. Меня уже удивить почти ничем невозможно, но все равно иногда бывает такое, что и удивляешься. Поэтому человек сколько живет, столько и делает открытие до конца дней своих. До конца дней своих. Но я хочу, чтобы это открытие были хорошие, неплохие. ну ладно, всем хорошего вечера дорогие мои. Спасибо за ваши комментарии. Многим я и по мессенджеру иногда отвечаю на письма, которые меня знают еще по тому каналу и по ватсапу. Кому-то не успеваю отвечать, не обижайтесь, потому что беготня, не успеваю. Да я вообще не любитель писать чего-то, даже маме не писал. Я 17 лет на учебу в Россию, и мама говорила, хотя бы, говорит, конверты напиши, жив-здоров. И говорят, брось ящик, я так и делал. Я жив-здоров, потому что не любили это дело, писанина, долгие писанины. Лень, наверное, это и есть лень какая-то, форма лени. Всех вам благ. У нас вот так вот люди ходят, уже вышли, вон они, смотрите, все с детьми, бегают, гуляют, отдыхают, сидят, чаи, пьют, вон. Всех вам благ, и доброго вечера, пока-пока.